Передел рынка огнем. В городце ночью сожгли несколько автобусов. Основной доход частных перевозчиков в городце это доставка к заводам рабочих из близлежащих деревень. Предприятие заключает долгосрочные арендные контракты на эти перевозки. И вот у одного из таких перевозчиков автопарк неизвестные решили просто выжечь. Заводится, смотри. А так, давайте спросим. Кто? Да нет, он просто заводится, замыкает. Да, он очень. Блин, кружки, ну мой. Ну, пламя был такой, что я жар почесал из окна. Что вообще? Ух! Автобусы горели как бы уже практически по всей площади. То есть спасти мы уже ничего не смогли. Предположительная причина пожара это поджог. Если что-то было бы личное, то есть это было бы все по-другому. Ну, то есть навредили тут, прошли чисто по работе, идут по бизнесу. Разбили два окна и кинули с сжигательными устройствами. Пять автобусов на автостоянке сгорело, теперь два здесь. Что думать-то? И думать нечего. Борьба идет за клиентов. Таксисты, значит, воюют, а эти не воюют. И эти воюют друг у друга, значит, начали сжечь. Если идут разборки между руководителями, это одно. Но ведь страдают обыкновенные водители автобусов. Они же остаются без работы. Нездоровые конкуренции, так говорят у нас. Мы-то не делим шиферами. Они-то наверняка, а что они делят? Вы же не знаете, что это такое бизнес в России? У нас проблем ни с одним из перевозчиков нет. Работаем мы с ними уже достаточно давно. У них у всех закреплены за собой маршруты. Мы ничего не делим. Как вы говорите, там никаких переделов рынка у нас нет. Поэтому они работают точно так же, как работали год или два года назад. У вашего коллеги, у Матавилова Андрея, сожгли автобусы. Он у меня не коллега. А что могло быть? Как вы считаете? Он у меня не коллега. Пусть думает сам. Когда у меня автобусы поджигали, я этот вопрос решал сам. Пусть он тоже его решает. Кстати, в полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, но подозреваемых пока нет.